всем привет дорогие друзья и с вами снова канал unreal игры и мы продолжаем играть в наш летсплей атом перезагрузка ну что ж это наш 13 выпуск всем привет с вами рис ну что ж вот тут я вижу такие новые постройки тут как я понял у нас будет дом будет а вот тут тоже немножко оборудована шахта это ты сделала вполне нормально кстати я вижу ты даже слов привела которых я обычно топлю в лаве не только слов но еще мне наконец-то появилась твоя собственная лошадка ну и парочка на выбор для вас а я на и ездить могу ну так несчастью в этой версии они запоминают свои хозяев а так они еще запоминать могут до последующих они уже более умный понятно ну ладно это так уж и важно зато у нас есть лошадки да а то они тут бородили сами не знали что делать так ладно мы остались на том то что я хотел сделать специальную печку коксовую печку чтобы получать уголь специальный коксовый для этого нужно кирпич и песок так сейчас посмотрим кирпич у нас имеется вот песок сок счастье тоже имеется так кстати говоря поиграл в игру тени мордора вчера немножко даже по записал вы просто такая крутая игра на самом деле как раз тебя слышно но еще не расскажи про что она ну там собственно про властелин колец можно сказать вот эта тематика идет да там также саруман вот эти все но то есть персонажи принципе знакомые и самое интересное то то что это отдельная сюжетная ветка как может слышала игру властелин колец война на севере вот представься что вот такая же как бы сюжетная ветка который идет сбоку как бы до который в кино не говорится и просто и там нужно ну то есть представьте что воин призрак и тебе нужно добраться до правой руки сару этого как его зовут самого главного злодея забыл сауру сауру да вот собственно правая рука саур на черная черная рука или как-то так он называется вот пипец там представьте что вид как бы сверху да но при этом это не стратегия то есть это как бы напоминает немножко скорее но при этом там такая атмосфера там показывается в первых сериях как его самого убивают то есть это же призрак то есть его прям проклинает вот этим мор темным языком прям типа кости там кто-то то-то ты восстанешь вообще так классно сделала я тебе говорю это круто нужно будет поиграть но это у меня натолкнуло на перечитать все книжки папу и на конец начиная с хоббита но я бы лучше посмотрел в кино мой выбор это кино кстати новое этот новый ходит очень очень хорош правда не умудрились растянуть его учитель не на 3 серии но очень даже неплохо не но просто в кино так получается то что в кино самом деле сложнее все это делать просто я вот сам когда пытаюсь что-то снять да вроде кажется что там ну раз плюнуть на самом деле вот даже мы сейчас делаем вот эту коксовую печь а для нее нужен допустим еще песок и это выльется нам опять-таки где-то в 20 минут то есть так всегда с одной стороны они кино такие тоже туда входили всей компании которые работали для того чтобы посмотреть на саму графику на исполнение лучше говоря более такой рабочий момент был понятно кстати даже такую небольшую игру найди все байки которые там были это уже жесть какая-то ну что они такие незаметные для обычного зрителя даже пройдет мимо глаза у нас уже такое болезненная необходимость видеть все это понятно так ладненько сейчас я уже почти сделал уксовую печь точнее я ее уже сделал и сейчас мы возьмем угля и посмотрим как у нас все будет работать песок пока что просто закинь и потому что песок просто может пригодиться иногда он нужен в обычном песке просто дам допустим отправиться тот же самый нижний мир бывает очень нужно так ладненько ну да нужно будет разграбить пустыню раненько так к поставлю песочек ой песочек говорю печечку я поставлю вот тут рядом с нашей обычной домины печи собственно строить она достаточно просто принципе даже она очень много времени у нас не займет я ну-ка да сработало да все смотри я прямо положил угольные блоки у нас сейчас будет получаться коксовый уголь а также выделяться криозот криозот нужно будет откачивать так ваненька это принципе не проблема потому что вот не понял зачем криозот а криозот вообще по сути он нужен для железной дороги то есть это вот это все railcraft of sky она именно железной дороги всякие требует криозот то есть по сути криозот это такое масло которое позволяет не гнить шпалом железной дороги также метро тоже используйте вот а в таком же назначении так что-то могу понять вроде печка горит как бы что-то ничего не производится ну насколько помню угольные блоки намного дольше пережигая просто прикол в том то что у меня даже не появилась полосочки начальной там где переходит в этот то есть когда уже готовый товар у меня еще нету даже начальной иконки хотя блоки вроде как пережигаются тут написано рецептик так причем мне нравится на самом деле как выглядит коксовый уголь у нее такой серовато приятный оттенок короче также можно древесину древесный уголь превратить всевозможную причем на древесину любую видимо да древесину основном ладно а вот появилось деление и походу эта печка будет работать очень долго так ладно наверное а кстати у нас там нет еще кирпичика такого именно уже именно обычного именно а ладно тогда придется пережарить еще глину придется еще наверно одну коксовую печку сделать потому что иначе просто очень долго будет все происходить это дело я помню в прошлых сплеер ты говорил то что лучше ставить печки 2-3 это на самом деле если нужно чуть-чуть а если там нужно конкретно чтобы производился это то лучше даже составить штук 9-10 наверно но это это вещь такая она если требуется то ее нужно много так ладно я отправился в нижний мир сейчас я напомню напомню баки кладки лавой вроде тут пока что ничего не изменилось в нижнем мире помимо того что лава накачивается в нашу бочку у нас уже двести шестьдесят одно ведро лавы так хорошо кстати а что у нас с охоты на этих мандерман а ну пока что их очень мало появляется нужно специальную охоту устроить либо потом построить спаунер но это конечно мы сделаем позже так лани колова накапливается пока что у нас тут у нас находится железный резервуар который я в прошлый раз не достроил так не поверишь меня опять атакует крипер время путаю почему-то не знаю привык что почему-то я привык их назвать криперами оба взрываются да на резервуар конечно потрясающий железный стоит часто берутся бочки а тут же стекло конечно для этих для помп конечно мощности побольше надо тут просто деревянные двигатели стоит они на самом деле не справляется вот тут видите графа но не слабенький тут графа он совсем слабенький они на самом деле вырабатывают одну энергию в те где-то а помпе походу нужно больше потому что вот у нее не заполняется до конца шкала энергии следовательно помпы работаете на всю мощность а также тут такой глюк получился так ну-ка гибкой суда это он не хочет ладно я короче когда поставил 44 помпы вот эти она они не хотели спускаться все то есть спустилась только две помпы и стала работать а вот 2 не хотела не знаю чем это было связано пришлось и скорее всего банально не хотела энергии нет они именно нет 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 не в том плане энергии они работали в плане том то что у них такое как труба должна спуститься до жидкости любой а у а у них этого не произошло то есть это это как как глюк можно сказать всякое бывает да так что там пока делаешь нам надо тоже домик думать это у нас пока что ну хотя площадка уже готова хоть чуть-чуть это уже хорошо даже более-менее размечено как что где будет этим так тут он кстати стекла взрывает иногда это печально но прикол в том то что стекла выпадают но но то что он взрывает вот чем проблема нужно какие бронированные стекла будет сделать чтобы не смог взрываться он такие можно делать потом сделать так у меня тут два стекла выпало куда бы его засунуть так резиновый этот ладно сейчас мы вольем сюда лаву чтобы у нас тут работало так все магмовый двигатель начинает работать и у нас начинается переработка ну-ка да так ланик ты посмотри что у нас там с домом ты где именно находишься а да раз таки туда именно тут этот планирую небольшой такой веранду сделать все данного ну можно и скорее всего она будет такая округлая кажется мне опять нету лопатой на ядер скилла что одна лопата держит я как раз побегаю сбегаю до карьера по свой что там происходит по моему карьер может эти лошадь здесь что надо было а ты лошадь типа накормила яблочками да и от этого но нет обычно интересно так как бы отсюда выбраться вот чем интерес о суши я выбрался кстати насколько я проводила тестирование максин где черные лошади прыгают намного лучше я я хочу хотел сказать биовольф подключился только я не буду ставить паузу потому что это просто так вызывает долгий монтаж потому что приходится склеивать лучше потом сейчас попробую закинуть его в конференцию получится нет да давай лучше закинь тогда тогда больше шансов у нас так лошадь быка не убежала в твоя черная а не могу чайно а хитва знает так ладно мы вернулись либо небольшой вылет у нас произошел аккуратненько тут что-то внизу находится не могу понять что а что у нас хорошо вроде как там кирка есть так я вот не знаю карьер докопал или нет потому что он что-то не хочет дальше копать а там непонятно что внизу то есть там там вода течет еще какая-то жижа ладно собственно карьер у нас почти докопал такие вкусняшки на собирал камушки всевозможные гравии землю и кстати земля не нужно очень нужно вот теперь 1 2 3 4 5 6 почти 6 половины стаков наконец-то мы можем закрыть все двери которые были надеюсь этого хватит ну да так ладно тут надо будет карьеру брать потом поставить более большой так ладненько как там интересно у меня с переплавкой глины вот это немаловажный вопрос потому что нам сейчас глины нужно пережарить в кам в кирпичике вот чтобы сделать еще одну печку кстати где печка а я уже испугался у меня так не прогрузился чем то что смотрю ни одной печки нету так ладненько прямоугольником не прогружался но потом прошло время и он загрузился но это возможно из-за того что у меня на компьютере рендер шел а сервер вы включили так ладненько а смотрим что у нас все кирпичики у нас есть и переплавляется тут еще так песок сок интересно и забудь его песка можно чуть сделать нет только ловушки но из него да только так ладно не хватит мне на коксовую печку еще одну потому что у нас нету песка надо нужно будет конкретно тоже еще за песком сходить за одну на делает сумок и тогда уже идти за песком чтобы запастись урок либо просто где карьер в пустыне поставить так конкретненько значит это по нашей карьеры как раз был в небольшом участке пустыни сок я из него вытащил еще давно в этом то есть проблема кстати у нас сундук почему-то полный почти какой из до основной который ценные ресурсы тут просто селитра занимает столько места причем она почти не нужна если литру пожалуй куда-нибудь вообще в отдельные сложу потому что она она не она вообще на самом деле почти не нужно а занимает мест местами здоров а ты на самом а там порах делается и еще укрепленное какое-то стекло или еще что такое то есть больше она в принципе не делала и кажется скоро я возьму и ограбил ограблю на 3 алмаза очень надоело делать каждый раз новые косы лишь алмазную классу сделать но сделай принципе не проблема так ладненько сейчас мы возьмем железные слитки и будем их превращать постепенно в сталь это конечно тоже процесс очень долгий даже не факт что у нас получится в этой серии что-то сделать конечно печально вот все еще угольный блок все еще переплавляется пережаривает сам себя хотя бы хорошо то то что он сам сам себя перри пережаривает это очень-то не нужно тратить и ресурсы на это так ладно посмотрим чему мы еще пока можем сделать сейчас посмотрим что у нас по электру и по другим таким специфическим веществам как свинец навар воровая смесь сейчас я попробую еще наверное инваровых лавовых двигателей сделать потому что они сейчас пригодились бы очень хорошо потому что в нижнем мире как раз таки у нас начинает появляться лава а движки как раз таки нам тоже понадобится так насколько я помню туда нужны железные наваровый спит эти стыдки да и вот такие вот шестеренки так я думаю мой один двигатель точно сможем сделать принципе там материал должно хватить на него ну там в основном тут требуется в основном инвар насколько я помню редстоун инвар ну и так чуть-чуть железо сейчас посмотрим как делается так thermal expansion кстати стеры из инвара можно также ножницы делать инструменты то есть это более крепкое железо так вот так он делается давайте его сделаем этот наш магмовый генератор так красная да еще катушка до правильную катушку я сделал кстати говоря из серебра и редстоуна так а также слиточки и редстоун так еще магмовый двигатель один готов то есть на самом деле неплохо вы знаете что было сделать сейчас я так это серийная труба давайте возьмем это обычная сейчас я еще пока что тут труп ой точнее до энергетической трубу еще сделаю посмотрим как она делается так так паска и все пишут пишут пулька не после метра стол так стекло и есть свинец а кстати у нас кирпич это были но они как бы остались уже после этого остаток а кирпичи который на эту ну да на мечту печек она делать так и нужен свинец к счастью есть немножко некоторое количество так вот так еще раз надо посмотреть рецептики какие они запоминающиеся так свинец стекло стол у нас готового некоторое количество таких труп еще так сейчас немножко попробуем проапгрейдить так у 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 плавится конечно пипец так нужно знаешь что еще будет сделать нам нужно будет обязательно еще сделать автофермы потому что с этим я согласна потому что с этим не стоит тоже затягивать я наверно думаю к следующей серии хотя там нужно очень много всякой всячины так что наверно в следующей серии мы будем изучать такие вещи как плотники всякие стеклянные заводы и прочее я думаю сразу нужно будет подготовиться чтобы разом все это сделать так ладненько потому что каждый раз бегать собирать все это нет нет а места для фермы у нас очень даже много так 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 я три верстока случайно сделала сейчас я попробую тут немножко такую хитрую систему сделать до трубы допустим поставить двигатель вот тут черт надо ключик брать хотел я подключить наши помпы помпы в нижнем мере к генератору на лаве то есть чтобы он сам себя обеспечивал и нужен ключик просто там не все гладко стало как надо но это не проблема сейчас я возьму ключик надеюсь выработался этот у нас креозод и коксовый уголь так вот он наш ключик так кстати ночь нужно прыгнуть в кроватку давай давай кровати переставим куда-нибудь в дом дом сейчас поспим и будем давай давай переставим кровать потому что мы тут рано или поздно будем менять а чтобы отдельно ждать где кровать пока поставим до поставь на середину ну или возле окон поставлю туда как-нибудь вот так вот так так это моя надеюсь тарас не умрет я надеюсь что с тарасом ничего плохого не приключится потому что иначе он окажется на спауне да конечно начать печально ладно будем надеяться на хороший кстати я мышка вчера когда лежал я почти придумал дизайн нашему заводу смотри вот где главный вход да я думаю мы даже чуть-чуть удлиним завод и расширим смотри вот как замудишь да тут будет такое возвышение то есть представьте также вот высота завода допустим 16 блоков второе возвышение будет как такой отдельный ярус вот тут прям перед входом именно вот тут нас самим заводом более к середке там будет пиксель арт в виде кирки и кирки наверно ну что-то такого нет 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 не клипера именно чисто ну чтобы означало то что эта фабрика то есть что-то какая-то такая символика либо даже вполне возможно что там будет за за ссср потому что это весьма странного выглядело бы не ночью типа промышленность сссрские времена алло алло у меня не просто немножко сказать завис ну будем так интересно и большие большие светлые окна да нет окна именно нужно продумать чтобы было знаешь в то же время и красиво и в то же время чтобы не смотрелось как будто это какой-то кукольный домик чтобы именно конкретно это казалось заводом не ну завод это завод кукольный домик можно сделать и огороде кукольный домик да кстати надо будет где-то тоже вход в подвал сделать ну как подвал нижний ярус тогда принципе можно пустить как лестница идет вот отсюда главный вход и там уже будет идти что наверх идти что надо я предлагаю тогда вот тут где-то наверное середку посчитать ровненько потом и где-то примерно сделать примерно где-то вот тут вот она нет но надо будет точно посчитать все наконец-то куксовый уголь сделался смотри смотри какой он красивый угля и так ладно сейчас я значит теперь попробуем пережарить железо и посмотрим получится ли у нас сталь так да все все таки на куксовом угле только сталь можно получить и пошло у нас переплавка причем проблема в том то что они от хотя это только им достаточно долго будет переплавляться смотри короче твоя задача подкидывать туда железо и уголь получать сталь потому что стали нам нужно немерено просто стали может быть тогда сундук всегда перетащить то какой-нибудь маленький такой поставь сундучок небольшой на потом конечно автоматизируем все но на начальном уровне это будет выглядеть так потому что там нужно будет распланировать само здание чтобы как она будет конкретно выглядеть кстати я с головой крипера бегаю все это время ну поэтому я сказал про эмблему а я просто на самом деле забыл то что она мне надета на головах так ладненько блоки угля и железо у нас и все еще там или ты уже перетащил их к себе дожди блоки угля и железо где смысле в агментаре да нет там там где я не должны быть блин тогда беру стак железо и стак угля ну да так возьми примерно чтобы подкладывать еще ты там кстати железо подложи чтобы полностью так был так и сейчас я тут попробую систему провернуть так так я подключаю усиленные энергетические трубы суда и вот тут ключиком мы меняем ну ка смотрим так движок накапливается да все теперь можно снимать наконец-таки деревянные двигатели теперь помпа помпа теперь работает от одного двигателя что очень прикольно теперь вот эти громоздких систем не надо все теперь ла у нас льется примерно ведро ни хрена себе нас где-то два ведра в секунду заливается то есть у нас просто так ладно по времени у нас уже серия заканчивается так что мы уже на этом закончим ну что ж дорогие друзья надеюсь что вам понравилось подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и всем пока пока